Микс Ньюс Итак, сегодняшняя тема будет посвящена высказываниям профессора Латвийского университета Андрейса Вейсбергса о том, что по его мнению, согласно тому, что он слышал и обсуждал на конференциях, по его мнению не стоит стремиться к тому, чтобы латышские и русскоязычные школьники объединялись в общие классы, чтобы это не было массовым явлением. И, по сути дела, в своих материалах на сайте Delphi, которые доступны на русском языке, он предложил, по моему мнению, продолжать разделение двух миров, двух общин, если мы можем говорить об этом, хотя, конечно же, юридически латвийское общество не является двуобщинным. Поэтому сегодня, скорее всего, мы должны были бы уточнить сегодняшнюю тему, мы не будем посвящать время нашей дискуссии именно конкретному профессору, мы скорее попытаемся использовать его, скажем, мнение, его опасения, его страхи, как некоторый симптом для того, чтобы в общем более широко и, может быть, чуть абстрактнее поговорить на тему того, а как же все-таки наше общество может стать единым. Возможно, если мы немного, скажем, предполагаем скепсис наших радиослушателей, возможно, кто-то задаст вопрос, а для чего, собственно говоря, это единство, особенно если на данный момент оно выглядит, как будто бы кто-то кого-то принуждает куда-то двигаться. Ты сказал, извини, ты сказал о том, что де юра наше общество не является разделенным, но де-факто ведь оно разделено, это сложно отрицать. Это прежде всего в том, что латвийская демократия создается, происходит и развивается согласно этническим границам, они условны, но нет ничего более эффективного, чем условное, потому что это можно выдумать, границы можно воссоздавать в головах людей, это вопрос, по сути дела, манипуляции сознанием, и мы находимся сейчас, увы, в Европе, которая страдает от правого популизма, страдает от поддельных новостей, от манипуляций историей, прошлым и так далее. Иными словами, мы находимся действительно в периоде после правды, хотя, с другой стороны, что такое правда, как неконструкция конкретного коллектива или конкретных интеллектуалов или элит. Меня интересует другое, меня интересует попытка вернуться в Латвию из, скажем, более широкого мира, потому что в разных странах Европы этот вопрос решается по-разному. Здесь, в Берлине, в городе очень мультиэтничном, разнообразном и пестром, создается, да и, собственно говоря, уже давно работает целая, скажем так, прослойка общественных организаций, СМИ, каких-то коллективных инициатив, которые нацелены на то, чтобы преодолеть известные или какие-то будущие, скажем, трещины в немецком обществе, какие-то в это разделы или границы, потому что ясно, что многообразие этого мира не всегда будет вызывать у людей восторженное восприятие. Дело в том, что мир становится все более сложным, хаотичным, его все меньше и меньше можно понять. Он, по выражению покойного уже профессора Зигмунда Баумана, становится все более текучим. И поэтому мы все живем в периоде, когда все меньше и меньше понятного и все больше и больше сложных вопросов. Но одно ясно, что если мы хотим, чтобы латвийская демократия существовала и существовала эффективно, нам необходимо общее пространство. И этим общим пространством, собственно говоря, в самом национальном государстве, начиная с 19-го столетия, являлась школа, институт образования. Потому что в определенный период истории европейские национализмы старались предоставить право на образование максимально широкому количеству людей, тому населению, которое когда-то считалось, неважно, крестьянами или горожанами, но, условно говоря, было просто народом, а потом стало постепенно превращаться в нацию. Я должен сказать, что одна из ошибок, вернее, достаточно осознанных манипуляций националистов состоит в том, что мы представляем нацию как нечто вечное. Нация — сравнительно молодое явление. Ей от силы 200-250 лет. И нация будет постоянно меняться, особенно в мире, где границ действительно нет. Вернуть эти границы можно только в утопиях и фантазиях людей. Так вот, если мы вернемся к выражениям профессора Латвийского университета Вейсбергса, то некоторые моменты меня особенно зацепили. В том смысле, что они даже в какой-то степени ранили, потому что я думал, что коллега, который принадлежит, условно говоря, к группе интеллектуалов и гуманитариев, должен был бы смотреть на мир иначе. С другой стороны, кто я такой, чтобы кому-то диктовать, как смотреть на мир? Да, но здесь, извини, я хочу добавить очень важный момент. После его высказывания я написал большой пост в Фейсбуке, где поделился своим размышлением на эту тему и, в общем, задал такой вопрос, а где, собственно, латышская интеллигенция, которая, как мне кажется, на такие вещи должна реагировать. Потому что если бы кто-то из русскоязычных людей написал нечто подобное, я бы отреагировал на это, скорее всего, в Фейсбуке и думаю, что многие мои коллеги тоже нашли бы это недопустимым. Этого не произошло. Более того, началась достаточно агрессивная дискуссия, в которой появились в том числе и представители, там, латышские журналисты, которые начали обвинять меня в том, что мой Фейсбук, например, целиком и полностью на русском языке. Что, в общем-то, было поставлено в упрек и не было реакции на это высказывание ни со стороны членов правительства, ни со стороны президента. Ну, хорошо, может быть, это не тот уровень, хотя это глава комиссии, государственной комиссии по латышскому языку. Это важный момент, господин Вейсберг. Ничего не произошло, как будто этого и не было. И я наблюдаю, что реакция на какие-то достаточно провокационные высказывания отдельных латышских представителей элиты, она остается без внимания. Как будто ничего и не случилось. Мне кажется, это очень страшная вещь, потому что вот это молчание, вот это, ну, это же он там что-то, мало ли что сказал. Ну, сразу можно поставить, а что говорит, например, человек с другой стороны, есть ли реакция на это или нет? Вот как ты считаешь? Ты знаешь, я протестировал, я задал твой же вопрос во время интервью на другом общественном радиоканале, и рядом со мной присутствовали двое коллег латышского происхождения. Они, условно говоря, занимаются вопросами социологии и политологии, и оба в один голос сказали, ну, Денис, ну что вы так волнуетесь? Ну, не стоит преувеличивать, это слишком. А кто-то из них даже признался, что только-только узнал об этом от меня. Таким образом, мы действительно видим, что высказывания, которые доступны, допустим, в русской версии Делфи, очевидно, не достигают латышскоязычного населения и даже тех, кто, условно говоря, претендует на интерес к общественным процессам и к политике. Но я думаю, что ты прав, это печально, потому что, по сути дела, попытаемся вернуться к некоторым высказываниям и попробуем нашим радиослушателям доказать, почему мы так тревожимся. Дело в том, что начнем с того, что, конечно, профессор Латвийского университета, как и любой гражданин и не гражданин Латвии, имеет право на свободу выражения своих мыслей. Вопрос, каково содержание этих мыслей и в какой степени оно может конфликтовать с латвийским законодательством, с европейским законодательством и к чему оно призывает. То есть это уже как бы не моя епархия, это уже вопросы юридического анализа. Но он имел право высказать это мнение, к тому же я понял, что оно как бы было создано не только им, а обсуждалось и на научной конференции в Эстонии, о которой он упоминал. Но то, что он высказал, теперь становится общественным достоянием, и мы с тобой имеем право это обсуждать, так же, как он имел право это высказать. Что запомнилось особенно, психологическая несовместимость, это цитата из Делфи, а также такое понятие, как код мышления. И здесь я должен сказать, что опять-таки я тоже имею право высказаться по поводу высказывания коллеги, я считаю, что это то, что называется в научном мире эссенциализм, или условно говоря представление о том, что в какой-то группе, не конкретному человеку, а группе, характерны какие-то особенности, которые не меняются, которые навсегда остались в ней, которые являются основной характеристикой. То есть мы, условно говоря, запечатали какой-то конверт, мы какую-то группу поставили на полку, обозначили инвентарный номер и так далее. Почему это плохо, по моему мнению? Почему это даже опасно? По той простой причине, что, во-первых, такие понятия, как код мышления, недоказуемы, потому что мышление есть культурный процесс. Мышление изменяется в зависимости от культурной среды, контекста, влияния, собственно говоря, выбора человека, где-то быть или не быть. И вот об этом как раз господин Вейсбергс и те, кто в какой-то степени следует его представлениям о непреодолимых границах, о заборах, они как раз об этом и не думают. Ведь в его тексте речь в основном идёт о достаточно клишейных представлениях о огромном народе под названием русские, которые расползлись по континенту. Они у Сонга везде, они являются гигантской эмоционально-интеллектуальной такой биомассой, это моё представление о его высказываниях. И они угрожают так называемым малым народам, которые, собственно говоря, уже более 30 лет являются, собственно говоря, учредителями и носителями и государственной нации независимости. И, по сути дела, являются просто-напросто национальным государством, которое является составной частью европейского сообщества. Подобные настроения один исследователь национализма, Роджес Брубекерс, обозвал, именно обозвал, по мнению, потому что в какой-то степени это было очень эмоциональное заявление, неуверенное большинство или нервное большинство. Так вот, я здесь вижу некоторые синдромы такого невроза политического, который поддерживается. То есть это постоянный дискурс о маленьком народе, которому что-то угрожает. В то же время народ этот, в принципе, должен был бы работать над сохранением своей культуры не с помощью отторжения других, а с помощью умелого, правильного, качественного и, собственно говоря, конкурентно способного привлечения, вовлечения и включения в свою нацию. Потому что, по сути дела, то, что господин Вейсберс говорит, это всего лишь история Российской империи. В этом мире давным-давно есть так называемые диаспорные русские. Есть русские в Эстонии. И, кстати, не забудем, что мудрый президент Иллес говорил, что его русским живется хорошо, а не его. Они неотторгаемая часть. Но Валдезаторс тоже предпринимал такие попытки. Валдезаторс тоже говорил о том, что наши русские лучшие русские. Но, на самом деле, мне кажется, дальше слов в это дело не зашло, потому что мы набираем... Слова создают контекст и настроение. Риторика, которая не меняется, более того, она усиливается, вот этот вот некий такой национальный окрас у риторики. Потому что в последнее время мы несколько таких фундаментальных, как мне кажется, заявлений услышали. Это господин Пунтулис, министр культуры, который говорил о борьбе с глобализацией, о том, что необходимо... Я говорю категорическое нет, интернациональной Латвии, так он сказал об этом. Включая, в общем, слово интернациональной всех, и русских, и, в общем-то, выходцев из Ближнего Востока и так далее. То есть усиление вот этой моноэтнической попытки, по крайней мере, риторической, потому что даже вот я сейчас ехал из Юрмалы на электричке, я вижу чернокожих людей, которые едут в Ригу. Я вижу людей из Индии или из Пакистана и совершенно других культур, которые уже едут в латвийскую столицу. И понятно, что, несмотря на всю риторику, несмотря на все попытки националистов победить кебаб, в общем-то, мир меняется, и наша страна меняется. Мы становимся более интернациональной страной. Как бы, наверное, это не нравилось представителям определенных политических партий. Несомненно. И я хотел бы закончить, может быть, перед тем, как мы отправимся на небольшой перерыв, тезисом о том, что, в принципе, пора закончить дискурс о имперских русских. Пора, в конце концов, понять, что вокруг латышского населения в Латвии, по крайней мере, эти 30 лет, если мы, наконец, ставим точку в 20 веке, переходим в 21 столетие, живут русскоязычные латвийцы, представители множества этнических, религиозных, культурных групп. Для них есть общее пространство, нередко это русский язык. В то же время они уникальны, разнообразны, имеют свои языки, свою историю, свою историю общения с Латвией. Поэтому пора заканчивать дискурс о империи, которая угрожает. Пора заниматься именно сплочением латвийского общества. Именно поэтому очень печально слышать о таких моментах, как психологическая несовместимость. Во второй части нашей программы мы поговорим, а куда же мы, собственно говоря, тогда двигаемся с подобными фразами, как код мышления и несовместимость. Иными словами, поговорим о рисках для сплоченного общества. Сейчас небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Программа «Зима близко». Денис Ханов, Вадим Родионов и Родион Золотарев. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Зима близко». В студии в Риге работает Вадим Родионов, в Берлине Денис Ханов и звукорежиссер Родион Золотарев, который обеспечивает наше соединение. Денис, еще раз здравствуй. Здравствуй. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В первой части нашей программы мы посвятили время некоторым высказываниям профессора Латвийского университета Вейсбергса о психологической несовместимости русскоязычных школьников и латышских, о ходе мышления и о том, что он призывает так бы не способствовать соединению русскоязычных и латышских школьников в массовом порядке в школах. Каковы могут быть последствия? Прежде всего, конечно, еще раз я хотел бы подчеркнуть, что это право профессора выражать свое мнение и страхи. Далее необходимо сказать о том, что, конечно же, его весовая категория куда более значима, чем, например, кто-то, кто стоит в очереди на базаре или ожидает транспорта, или, допустим, жалуется на жизнь в троллейбусе. Иными словами, это все-таки носитель академической мысли, это преподаватель, который работает со студентами, это человек, который связан с общественными СМИ, это человек, который выражает определенное мнение, к тому же еще является должностным лицом. Поэтому все эти нагрузки, конечно же, делают его выражения более тяжелыми и более печальными. Так вот, если мы говорим о подобных выражениях, которые публично существуют в Латвии, и это, пожалуй, достаточно мягкая форма, все-таки человек связан с академическим миром, то мы видим, что, по сути дела, тех, кого мы можем назвать латвийскими или латышскими интеллектуалами, толком не знают, что делать с иным, с другим, который живет здесь, в Латвии. И я еще раз подчеркну, что мы сейчас говорим о современном мире. Мы, может быть, попытаемся все-таки поставить точку в ушедшем столетии и вернемся, собственно говоря, обратно в настоящее. Так вот, параллельно с развитием латышской культуры в Латвии, в Эстонии, в Литве, это может вам сказать любой занимающийся историей языка или филолог, или антрополог, создаются новые группы, общины, которые, собственно говоря, являются называемыми балтийскими русскоязычными. Будь то русские, украинцы и так далее, они развивают свои национальные языки, но так или иначе в их языки, в их культуру, в их среду входит латышская, эстонская или литовская культура. Мы можем даже говорить о так называемых балтийских русских языках. Не знаю, как точно определить это, это вряд ли диалекты, но в любом случае некоторые наслоения, напыления, добавки или какие-то формы. Таким образом, очень важно понять, что эти люди являются ресурсом для того, чтобы создать все-таки государство и общество, которое сплоченное. Так вот, почему нам нужно сплоченное общество? По той простой причине, что вызовов действительно очень много. Это и социальное неравенство, это и массивный поток, скажем, фальсифицированной информации, это либеральные ценности, которые находятся под угрозой. Почему либеральные ценности важны? Почему, скажем, либерализм должен существовать, хотя его обзывают все, кому не лень, от Ленбергса до АФД здесь, в Германии? По той простой причине, что либерализм — это индивидуальное пространство свободы. Даже господин Вейсбергс со своими, по моему мнению, достаточно устаревшими и, скажем, агрессивными мнениями имеет право быть. Вопрос, как ты уже сказал, почему никто не противостоял этому, почему не было альтернативных мнений? Возможно, нашим коллегам латышского происхождения неинтересно и неважно, как себя чувствуют те, кого, собственно говоря, пытаются вставить в рамки иного, таким образом, неправильного или опасного кода мышления. Код мышления не существует. Это миф. У каждого человека есть индивидуальный выбор. Каждый из нас, ты и я, наши радиослушатели, выбирает свое отношение к стране и к обществу, в котором живут. Я должен сказать, и я, возможно, повторюсь, что ни разу и никогда я не испытывал дискриминации или какого-то негативного отношения моих коллег, моих профессоров, моих сокурсников по отношению ко мне на основе английской или другой идентичности. Никто никогда не давал мне почувствовать ни внутренних барьеров, ни второго класса, ни каких-то других вещей. Вопрос в другом. Что наполняет наше публичное пространство? И здесь мы, увы, возвращаемся снова и снова к нашей печальной истории. В латвийском политическом эстеблишменте отсутствует воля для создания единого сплоченного общества. Оно не нужно латвийской политике никому из ныне присутствующих в Сейме. Это могут быть вывески, и нередко это может эксплуатироваться, использоваться для предвыборной кампании, но на данный момент не существует хотя бы альтернативного потока. Да, такие странные политики, как Шнора и так далее, могут высказывать свои ксенофобские, радикальные, граничащие, по моему мнению, с разжиганием межэтнической розни фразы. Возможно, когда-то это можно будет доказать. Это одна из самых сложных, скажем, процедур в юридическом процессе. Но в любом случае мы прекрасно знаем, что слова эти однажды, попав в воздух, они оседают, они как пестициды, отравляют общественное мнение, появляются какие-то странные монстры, гибриды. В результате всё это оседает в головах тех самых школьников, которым где-то во дворе, если они, допустим, слушают музыку или просто бродят по улице. И причём существует уже достаточно давно традиция, когда молодые ребята, мои студенты, объединяются не по этническому признаку, а по признаку субкультуры, любви к какой-то музыке, к какой-то группе, или к исполнителям, или литературы, или, я не знаю, компьютерных игр. Я вижу, что реально в моём университете, в университете Страдания, у нас на факультете коммуникации, всё это прекрасно функционирует. Но теперь давайте представим, что подобные ребята возвращаются к себе домой. Они слышат выражение, они читают, кто-то из родителей может прочесть это сообщение господина Вейсбергса. Поэтому я скорее даже думаю, что вместо, скажем, раздражения, это скорее вызывает во мне печаль, потому что человек этот живёт в мире страхов, и весь текст, который нам доступен в Делфи, перепечатки из НЭА от Карига, полон страха о том, что должен существовать чистый, скажем, нетронутый язык, что кто-то этот язык может испортить, угрожать, что есть большие нации и так далее. То есть не искренне жать человека, который живёт в подобном мире страхов. Страх блокирует, и поэтому, по сути дела, у нас в латвийском обществе на данный момент не существует хоть каких-либо чётких видений того, что делать с этими русскоязычными. Пока что они инстинктивно отторгаются. Да, смотри, вот по поводу неграждан. Сейм, наконец, в третьем чтении принял этот законопроект, который подавал ещё в Энис о том, что детям неграждан необходимо автоматически предоставлять гражданцу. После 2020 года это планируют сделать. Речь, как мы знаем, идёт о 30-40 детях в год. То есть это несерьёзная цифра с точки зрения влияния на политическую какую-то ситуацию. На мой взгляд, это очень печальная история, и даже голосование по этому закону это очень печальная история, потому что, конечно, его приняли, и сейчас это будут подавать как большое достижение латвийской интеграционной политики. Но, во-первых, как это приняли? С какой риторикой это приняли? Потому что господин Есселнекс и господин Домброва там уже тоже обозначились. Они сказали о том, что эти нерождённые дети уже враги Латвии и так далее и тому подобное. Но, в общем-то, по большому счёту им тоже никто не возражает, потому что принятие этого закона со второй попытки, с большим скрипом, по сути, затормозит этот процесс дальше. Это очень такой маленький символический акт из серии «Ну, ребята, всё, теперь точно долго от нас ничего не просите». Мне кажется, это не история успеха интеграции в этот законопроект, это очень грустная история. Как мне кажется. Вот ты не согласен с этим? Я с тобой абсолютно согласен. Я повторюсь, скажем, цитируя самого себя из другого интервью, «И гора родила мышь». Иными словами, усилия эти были жалкие, результат будет ничтожный. И ты правильно упомянул, что публичные дебаты, которые были известны, которые тиражируются, они, по сути дела, стали очередной площадкой для разминки, для того, чтобы можно было, собственно говоря, покрасоваться перед своим электоратом. Упомянутые тобой выдающиеся латвийские политики, они, по сути дела, ну, можно было бы, конечно, риторически сказать, что они не знают, что они творят, они прекрасно знают, что они творят, они знают, что они выполняют, скажем, заказ своей партии, которая живет за счет страхов, не важно, страх или это интеллектуала Вейсбергса, или так называемый танте-но-баускас, тот образ, который в латышском жаргоне существует, как образ человека забитого, непонимающего, узколобого и так далее, то есть уже если она не поймет, то тогда совсем кошмар. Именно поэтому, если кто-то заявляет о том, что эти нерожденные младенцы являются врагами Латвии, то перед нами классический пример, по сути дела, того, насколько деструктивна эта партия по отношению к латвийскому обществу, насколько деструктивна она к будущему латвийскому обществу. Поэтому, к сожалению, мой диагноз подтверждается, эта партия, национальное объединение, десятилетиями ведет деструктивную политику по отношению к будущему латвийскому обществу, потому что части этого латвийского общества будут представители других этнических культур, невозможно мечтать о каких-либо других сценариях. Так вот, именно поэтому, для того, чтобы принять эту реальность, необходим политический акт. Принятие закона о 30-40 младенцах, я помню, я был в рабочей группе, которая предоставляла господину Вейнису эти рекомендации, я помню, насколько этот президент желал подобного результата и насколько он был неприятно удивлен тогдашней блокировкой этой идеи на первых парах и в первой версии. К сожалению, вопрос этот нерешенный, у нас в Латвии все еще больше зрителей демократии, чем участников демократии, и надо сказать, что эти дебаты, прошедшие в Сейме, да, они показывают, что по сути дела латвийская политическая элита, подчеркиваю в кавычках, не в состоянии на данный момент сформулировать свое отношение к большому количеству своих соотечественников, именно соотечественников, потому что большинство этих людей, особенно если мы говорим о молодом поколении, уже 30 лет, как в Латвии рождаются представители других этнических культур в свободной стране. Так вот, эта свобода, она не будет присылаться нам постоянно по почте в качестве бандероли, ее нужно постоянно обновлять. Обновлять ее можно только тогда, когда у людей есть согласие участвовать в демократии, эту свободу поддерживать. Иными словами, нельзя указом распространить лояльность, верность стране, стране как обществу, в котором я хочу жить, и в обществе, которое меня принимает, признает и делает это публично и не на бумаге. То есть, иными словами, это вопрос сращивания в нечто новое, единое, разной группы культур. Вопрос, что это новое такое? Что произойдет, когда, допустим, те же школьники все-таки каким-то образом через черный вход, пока никто не заметил, проникнут в латышские школы? Что будет, когда все-таки люди, которых ограничивают, которых исключают благодаря фразам о несовместимости и кодах мышления, когда эти люди все-таки станут частью латышской молодежной среды? Они уже давно стали такими, и в первой гимназии, и в других, собственно говоря, этот процесс давно происходит. И здесь мы подходим уже к некоторой такой шизофренической составной части нашего политической среды. Реальность другая. В этой реальности ребята с первого курса хорошо владеют латышским языком, я это вижу по моим студентам, по их эссе. Иногда они просят, могут ли они что-то ответить на русском языке. В последние два года это исчезло. И это не какое-то достижение. Забыть язык не есть цель интеграции. Забыть себя, свою идентичность, будь то индивидуальную или культурную, коллективную, не является пропускным билетом или, скажем, каким-то вариантом, когда мы можем достигнуть конкретных успехов. В том-то и дело, что можно объединять идентичности совместимы, и, возможно, это нечто новое и для профессора Вейсбергса, и особенно для молодых, но уже рьяных политиков из национального объединения. Можно быть и латышом, и русским, и латвийским гражданином. Да, звонок примем. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Анна. Да, ну слушаем вас. Вот, знаете, то, что как бы, ну я за, что действительно детям гражданство и все, но вы озабочены тем, что они, это слишком мало будут, так сказать, будут прибавляться граждане и не будут влиять на политическую ситуацию. То есть вам надо, чтобы именно повлияло на политическую ситуацию, и в Латвии к власти пришли русские, да? В Русской Думе уже были, мы видели, как и... Простите, но это ваша версия. Мы не говорили, ни в одном из наших интервью-бесерд не прозвучала фраза... Нет, подождите, дайте, извините, дайте я скажу, тогда вы мне ответите на все, да? На Балскоме тоже я не раз слышала, когда вот там из Юрмалы одна дама тоже обсуждалась там, ну, вопрос языка, так она тоже, ай, у нас, слава богу, продавцы все русские, да? Все русские, мы признаем только русских. И то, что большие народы, извините меня, угрожают малым народам, ну это ничего не нового, да? Это еще, простите, к Ленину можно по-разному относиться, но Ленин еще в свое время об этом предупреждал, вот. И странно, знаете, последнее, вот странно, что живя в Латвии, там, поляки, там, вот вы говорите, украинцы, еще другие, фактически советские люди, да, живя в Латвии, да им подавайте русский язык, так простите, Латвия, давайте, уже русские есть, русские, понятно, русским, конечно, русский, но то, что все остальные, вот именно русскоязычные, так пора становиться латышкоязычными, если вы хотите жить в Латвии. Спасибо. Спасибо вам. Ну вот, кстати, это очень интересное мнение, сразу, как только мы затронули тему неграждан, сразу, ах, вы русские, хотите русских. Ну вот это такое, мне кажется, как... Да, это, к сожалению, доказывает, что мнение того же господина Вейсбергса существует не только в академической интеллектуальной среде, но и в их. Я вынужден радикально не согласиться с нашей радиослушательницей, и печально, что, видимо, нам не удалось донести, по крайней мере, до нее, идею того, что мы не говорим о захвате власти, о перераспределении власти, мы говорим о признании другого, инакового, других этнических культур, как составных частей латышской культуры. И мы говорим об этом постоянно, я просто советую взглянуть в архив наших дискуссий, зима близко, и посмотреть о том, что вот в чем в чем, а нас в этом невозможно упрекнуть. Еще звонок у нас, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Владимир меня зовут, но вот если позволить, я как бы немножко полемика с Анной, да? Вот смотрите, вы сказали, значит, Тефанин Ханов, что Зейнис был удивлен, когда, значит, услышал о той полемике по поводу предоставления детям гражданства, то есть он удивлен был, он не знает, что у нас происходит. Пялен тем, что это не произошло, да. Да, да, да. А главное мое возражение, вот как бы глобальное. Вот Анна, латышка, она училась при страшной оккупации в латышской школе. То есть у нее куда-то ушла латышка, она осталась латышкой. Ей запрещали учиться в латышской школе. Я уж не буду вспоминать про культуру, про кинематограф, застойного оккупационного времени, но почему-то сейчас диаметрально все обратно. То есть на русском языке учиться, это не просто запрещено, это уже грех какой-то, а говорить уже об этом, значит, скоро будет запрещено. Что мы хотим, чтобы наши дети учились на русском языке. Вот сравните хотя бы зеркально, вспомните вот эту страшную оккупацию, когда вы латыши процветали, учились, культура была, книги, кино и так далее. Это Анни и Ижи с ней. Все хорошее. Вот видите, называется дискуссия среди радиослушателей. Но я хотел бы вернуться к нашему вопросу о том, куда мы идем и как мы идем дальше. То есть, иными словами, пока что мы идем параллельно. Пока что создается целый ряд новых барьеров, которые во многом будут влиять как раз на сознание будущих граждан Латвии, тех молодых ребят, которые через несколько лет обретут право голосовать. И они становятся новым таким рыхлым материалом, условно говоря, простите за подобные сравнения, для новых популистских партий. Поэтому в какой-то степени логично ожидать нового витка популизма. И тем самым то, чем мы занимаемся в области отсутствующей политики интеграции, это некоторый замкнутый круг, который порождает, если не новых неграждан с 1 января, то, по крайней мере, в головах многих людей будет отторжение. И возвращаясь, может быть, к комментарию нашей радиослушательницы о больших народах. Но, видите, это прямая цитата, собственно говоря, господина Вейсбергса. И я должен сказать, что, по моему мнению, это логическая ошибка. Речь идет о латвийских этнических меньшинствах. Их очень много. И они не все русские. Взгляните на статистику. Мы увидим множество представителей различных культур, около 160 этнических общин. Но, так или иначе, восприятие латвийских политиков, латвийских политиков, это так называемые радикально другие. Это те, кто могут быть, условно говоря, от подозрительных до более-менее приемлемых. Этот дискурс должен радикально меняться. Потому что, иными словами, мы будем воссоздавать то, что мы называем стеклянными стенами. А стеклянная стена не подразумевает включение ее части. Если мы хотим, чтобы эти люди стали частью латвийского населения, латвийского общества, чтобы они хотели быть в Латвии, чтобы им была важна свободная Латвия, это то, что я, по сути дела, своим скудным умом никак не могу понять. С одной стороны, постоянная угроза о том, как сохранить латышскую культуру. На этом живет национальное объединение «Все, кому не лень». Для этого создаются новые структуры, агентства и так далее. С другой стороны, есть группа людей, которых необходимо включить, которая может стать носителями языка, которая может участвовать в латышской культуре, потреблять эту латышскую культуру, читать новые книги, создавать новые поэзии. У нас есть, например, 8-10 ноября в Риге пройдут рижские беседы, это культурный форум для латвийских школьников, там русскоязычные молодые ребята будут читать поэзию на латышском языке. Что еще? Но эти люди слышат с трибуны Сейма, с латвийских СМИ, с кафедр университетов сообщение о каком-то мистическом коде мышления. Это, по сути дела, самая деструктивная деятельность, которая возможна. Это отравляет, по сути дела, желание быть частью латвийского общества. И я пока что не вижу в политической сфере сдвигов в этой области. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Короткий ответ Владимиру. Да, на латышском языке училась и это закончила, но, простите, без знания русского языка и тем более хорошего знания ты мог быть только где-то внизу, дворником, рабочим или кем-то. Я не говорю там о каких-то писателях и все. Нигде, ни в самоуправлении, ни в государственном управлении, даже на заводах, фабриках, плановом отделе, бухгалтерии, без русского языка ты никто. Вот так что не надо, знаете, все время ты к латическим школам и все. Спасибо. На самом деле это одна из причин, почему я, например, поддерживаю переход на латический язык при возможности сохранения, допустим, тех учебных предметов, которые связаны с русским языком и культурой. И даже не сколько с русским языком и культурой, а с языками и культурами национальных меньшинств. Потому что и в русскоязычной среде необходимо привыкнуть к идее о том, что, условно говоря, у нас нет латышей и русских, у нас есть латыши и множество-множество других среди них русские. Это тоже должен быть определенный сдвиг в сознании, чтобы понять, что это не эксклюзивная роль. Мы здесь, собственно говоря, за меньшинство отвечаем. Это не та формула, которая может привести нас к диалогу. Поэтому работа должна происходить с разных сторон, но то, что молодежь национальных меньшинств должна великолепно знать латышеский язык, который является языком политического участия, языком критики, языком выражения своих мыслей, языком карьеры и так далее, это необходимый вопрос. Когда эти люди станут гражданами латвийского общества или уже являются таковыми, когда они станут частью профессиональной среды, что они будут слышать на хорошо изученном латышском языке, на языке, которым они в состоянии владеть. И это вопрос ответственности политиков. Еще звонок, у нас много радиослушателей на линии. Здравствуйте, как вы? Ну, если позволите, я отвечу, Аня. Сейчас без латышского языка вы стократно никто и вспомните соотношение латышей и русских тогда, то есть было большой процент от самого верха, состав латышей, и состав русских, процентное отношение, соотношение русских сейчас в любых структурах. Вы, Анна, говорили, вы работаете с молодыми, там латыши русские. Ну, посмотрите, даже там, среди вас, я уверен, что даже там будет больше, хотя не факт, конечно, но у нас по 90 с лишним процентов состав, значит, структур всех государственных – это латыши. А без латышского и сейчас никто вы, так что сравнение очень такое натянутое. Да, спасибо. Еще звонок сразу примем. Спасибо. Да, здравствуйте. Добрый день, Олег. Вы знаете, вот эта вся полемика, да, ведет к одному разобщенности в обществе. Вот господину Ханову я скажу одну такую вещь. Здесь русские жили с петровских времен еще раньше, да, и вы нас заставляете просто ассимилироваться вот такими разговорами, понимаете? Это категорически против нашей нации, понимаете? Никто не собирается вас ассимилировать? Нет, нет, это очень гладенько все делается, все гладенько делается, в том числе и вашими словами, понимаете, да? Вы поймите одну вещь. Не соглашусь с вами. И вы нам запрещаете учиться на своем родном языке. Да, спасибо, Олег, но никто вам не запрещает данные передачи, по крайней мере. Я думаю, что у нас, похоже, заканчивается время. Да, у нас минуты попали. Но я думаю, что мы могли бы вернуться к этой теме, потому что она актуальна. То есть мы в какой-то степени отойдем от вопросов, в самом деле, о латышской культурной политике и вернемся как раз к подобным страхам со стороны русскоязычного населения. Поэтому я предлагаю на данный момент, может быть, поставить многоточие, а не точку. Я поблагодарю всех наших радиослушателей. Большое спасибо за ваше мнение и за ваши эмоции. Мы продолжим через неделю и поговорим о страхах русскоязычного населения в Латвии. Вадим, большое тебе спасибо. Да, Денис Ханов из Берлина, я работал в Риге, и звукорежиссер Родион Золтарев. Денис, мы говорим до свидания. Да, счастливо, до следующей недели, до свидания. Впереди программа «Абонент доступен». Оставайтесь с нами.